Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Великое освящение Софийского собора и божественная литургия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Самарскую область. Попался на взятки. В Самаре задержан депутат и активист ОНФ Аркадий Лазарев. Побывали в Третьяковской галереи и заглянули в мастерскую Церетелли. Победители конкурса во славу земли Самарской отправились в столицу. Главным событием минувшей недели стал визит в Самарскую область главы РПЦ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Самарской области он впервые. Подобное историческое событие на Средней Волге проходило 20 лет назад. Тогда с визитом приезжал глава РПЦ Алексей. Патриарх Кирилл побывал в Тавятинской епархии и Поволжском православном университете. Провел встречу со студентами и преподавателями. В Самаре провел патриаршую литургию в Софийском соборе. Подробности в нашем следующем сюжете. Задолго до начала службы в храме собрались сотни прихожан. Они ждали начала патриаршей литургии и чин Великого освящения Софийского собора в Самаре. К этому историческому событию готовились заранее. Особенно позаботились о мерах безопасности. Это мировая практика во время визита первых лиц. Подобное историческое событие на Средней Волге проходило 20 лет назад. Тогда с визитом в Самару приехал патриарх Алексей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не случайно важное историческое событие проходит в Софийском соборе. Его строительство началось в 2005 году по проекту архитектора Юрия Харитонова. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен. Однако стараниями прихожан, меценатов и региональных властей строительство возобновилось. Храм открыли больше года назад, к 1030-летию Крещения Руси. Поэтому служба в праздник воздвижения Честного Животворящего Креста Господня символична. Патриарх с визитом на Средней Волге впервые. Он высоко оценил работу Самарской епархии. Я хотел бы поблагодарить вас сердечно за те труды, которые вы несете по окормлению вашей митрополии. Это одна из самых крупных и сильных митрополий в нашей Церкви. И вот посещая в этот раз ее пределы, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась церковная жизнь, чтобы укреплялось благочестие людей. Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл и Владыка Сергий обменялись подарками. Митрополит подарил патриарху картину с изображением свято-богородичного Казанского мужского монастыря в Виновке. А первое лицо РПЦ преподнес в подарок икону Пресвятой Богородицы. Пусть под ее покровом протекает жизнь с самарской земли, и каждого, кто с верой и любовью обращается к ее святому имени. Еще раз с праздником вас! Визита патриарха ждали тысячи самарцев. Служба в храме длилась несколько часов. Ну, очень окрыленные ощущения, духотворенные, замечательная служба. Дети пели отменно. Очень хороший хормистер у них. Вы знаете, у меня с вчерашнего дня такая радость. Я ехала по дороге со стороны Курумыча, когда он должен был ехать. У меня такая радость, вот переполняла просто. Ну, счастье великое, что он нас посетил, наш город. Большое событие, впечатления самые радостные. И переполняют эмоции, переполняют чувства. Такое событие. Слава Богу за все. Очень хорошее ощущение. Сладкие, благодарственные, как говорится. Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского второй степени. Азаров Дмитрий Игоревич. Удостаивается орден русской православной церкви святаго благоверного князя Даниила Московского второй степени. Первому вице-мэру Самары Владимиру Василенко патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского третьей степени. Василенко Владимир Андреевич. Удостаивается ордена русской православной церкви святаго благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава РПЦ встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, единственного в России. После провел службу в Спасо-Преображенском соборе. Итоги своего двухдневного визита его святейшество подвел на встречи с губернатором Дмитрием Азаровым, полпредом Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Предстоятель РПЦ поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием. Елена Малетина, Константин Головин, События. По примеру Московского парка Зарядье, вертолетную площадку в Самаре начнут перестраивать в следующем году. Из настоящего планируется оставить только ресторан и парковку. На выездном совещании архитекторы предложили несколько вариантов изменения площадки. Сергей Кизоркин расскажет подробнее. Вертолетную площадку ждут перемены. Культовое место горожан начнут оккультуривать уже в следующем году. По какому проекту? Поговорить на эту тему глава Самары Елена Лапушкина и собрала ведущих архитекторов города. Было представлено пять эскизов. Задача создать то, что будет привлекать людей разного возраста круглый год на вертолетную площадку. Как говорят архитекторы, нужно наполнить смыслом туристический пятачок, при этом сохранить аутентичность и природную красоту. Так как здесь есть уже история, есть Санкт-Петербург, наши двигатели, наши ракеты, наши технологии, наша техническая мысль, которую, по сути, можно в этом месте сделать смыслом проникновения технологии в природу, не нанося вред природе, а, так сказать, актуализируя уникальность этого места за счет как хай-тек, как некие технологические истории могут внедряться в природу, не нанося вред, а поэтизируя это место. Все архитекторы согласны с тем, что одних кафе здесь недостаточно. Предлагают проводить лазерное шоу, построить каскад лифтов, смотровые террасы, детскую площадку, капсульный отель, маяк и мастерские для художников. Планируется также особый павильон для выставы, который замаскирует под вертолетную площадку буквы «Н». Самое главное, после всех преобразований самарскую вертолетку, возможно, будет видно из космоса из-за ночной подсветки. Мы хотели бы использовать, это была идея нашей команды, подземную урбанистику, чтобы меньше всего нарушать ландшафт, потому что это действительно изюминка данного места. И чем меньше он нарушен, тем больше мы оставляем возможностей для организации той среды, которая будет благоприятной для человека. Благоустроить вертолетную площадку планируют по программе формирования комфортной городской среды. Не исключено, что придется объявлять среди архитекторов конкурс на лучший проект. По плану благоустраивать верхнюю площадку вертолетки и делать новое освещение будут уже в следующем году. По развитию этой территории, благоустройству этой территории, думаем, уже не первый день и даже не первый месяц. Это было и поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, и действительно и самой к главе города хочется, чтобы эта территория гремела не только в Красногринском районе, не только в Самаре, но и чтобы все гости знали и приходили сюда с огромным удовольствием и вспоминали наши волжские виды. История самарской достопримечательности начинается еще с царских времен, тогда территория находилась во владении местного лесника. Однако название вертолетная площадка место обрело во второй половине 20 века, когда построили авиационный завод и на вертолете сюда прилетал главный конструктор. Популярность вертолетка обрела благодаря открывающимся с нее виды на Волгу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Известие, которое шокировало на минувшей неделе жителей региона, покончил с собой бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. По факту гибели бывшего мэра возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что его могли довести до самоубийства. Напомню, о смерти Владимира Фомина стало известно 24 сентября. Бывшего сети-менеджера нашли в собственном доме в поселке Гранный с огнестрельным ранением в груди. Несколькими днями ранее Фомин написал заявление об уходе с поста главы Новокуйбышевска. Сейчас обязанности градоначальника исполняет Виталий Румянцев. На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали активиста Общероссийского народного фронта Аркадия Лазарева по подозрению в коммерческом подкупе. Меру пресечения избрали в Самарском районном суде. Анатолий Головко продолжит тему. Депутата Самарского района и активиста ОНФ накануне задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия он намеревался за полтора миллиона рублей обеспечить победу определенной фирмы на электронных торгах. Аркадия Лазарева привели в здание суда в сопровождении сотрудников полиции. Мужчина заметно нервничал, когда сторона гособвинения оглашала свои доводы. Вместе с тем активист ОНФ нашел в себе силы рассказать о своей непричастности к преступлению. Кроме того, он заявил, что не имеет никакого отношения к организованным преступным группировкам Самарской области. Во время заседания судья Анна Давыдова зачитала положительные характеристики подозреваемого. По словам коллег, Аркадий пользовался доверием и уважением среди депутатов. Кроме того, по словам адвоката, у Лазарева случился сердечный приступ в ВВС во время допроса. Сторона защиты попросила суд учесть эти обстоятельства. В ВВС отсутствует полностью лекарства и внешне состояние сердечного приступа в Лазареве заставили пешком спускаться с третьего этажа и все равно собрать. Несмотря на болезнь Лазарева и положительные характеристики коллег, служители Фемиды вынесли строгое решение. Суд согласился с доводами гособвинения и отправил Аркадия Лазарева в СИЗО сроком на два месяца. Аркадий Лазарев пробудет в СИЗО до 23 ноября. Его вывели из зала суда в наручниках. У активиста ОНФ двое малолетних детей и супруга. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. В период запуска отопления в городе не обошлось без аварий. Одна из них произошла в границах Московского шоссе, улиц Луначарского, Новосадовой и Лукачева. В причинах коммунальной аварии разбиралась мэри Елчан. Вот. Вот они нет. Пожалуйста, нет. Идяйте. Все, тишина. Воды нет. Никто ничего не говорит. Коммунальный сюрприз обитателей общежития на Паново-20 застал врасплох. Горячую воду отключили без объяснений и предупреждений. Днем, говорят, жители куда проще. Все на работе. А вот вечером на кухню не пройти. Все бегают с тазами и греют воду на конфорках. Делится старшая по этажу Татьяна Святкина. В данный момент, конечно, дискомфорт. Нам это не устраивает. И у нас ни отопления нет, ни горячей воды. Холодно. Дети. Как всегда, сейчас начинается такой сезон. Все болеют. Для того, чтобы принять душ, жильцы по улице Паново-20 вот так греют воду уже третий день. Учитывая, что душевые находятся на первом этаже, а отопления тоже нет, вода успевает остыть не один раз. Без горячей воды и тепла осталась и семья Аксеновых, где двое маленьких детей. Мы сидим, укрываемся пледом даже. Дети у меня спят вообще под теплыми одеялами. Это вообще просто нереально. И сидеть там до какого числа? До какого числа мы должны будем сидеть? Сколько людей в холода остались без горячей воды, выяснить не удалось. Теплоэнергетики говорят туманными формулировками. Без горячего водоснабжения сейчас находятся несколько десятков жилых домов. Причины ЧП тоже формулируются размыто. Официально на сайте ПТС сказано, что в данный момент, цитата, идет подключение жилого комплекса древа к сетям центрального теплоснабжения и параллельно переводят на зимнюю схему многоквартирные дома в периметре улиц Московское шоссе, Луначарского, Новосадовый и Лукачева. Но почему этот процесс происходит именно сейчас, когда на улице не больше 8 градусов тепла, остается неясным. Как и непонятно, связано ли отсутствие горячей воды с аварией на перекрестке Ярошевского и Новосадовой. Она произошла еще 23 сентября. Развернутого комментария от коммунальщиков получить не удалось. Известно лишь то, благо цивилизации вернутся в дома не раньше пятницы. Страдает весь район. Здесь не то, что пару домов, а ведь у нас здесь все в округе подключено, ни у кого нет. Мы будем следить за развитием событий. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Самарская область вошла в число 10 пилотных регионов страны, где реализуют программу энергоэффективных капитальных ремонтов домов. Жители многоэтажек, которые копят средства на капремонт на специальном общем счете, смогут рассчитывать на компенсацию от государства. Как подать заявку, рассказали на межрегиональном форуме повышения энергоэффективности. Подробности в нашем следующем сюжете. Расход тепла в своем доме жители многоэтажки на Карла Маркса контролируют сами. Для этого заменили все оборудование в теплоузле на более современное, автоматизированное, что позволило значительно сэкономить на платежах. После того, как мы внедрили автоматизацию теплоузла, у нас сокращение расходов относительно прошлого года составило в гикокалориях до 30% и в денежном выражении до 25-26%. Компенсировать до 80% расходов на ремонт жители смогут, приняв участие в программе повышения энергоэффективности. Самарская область стала пилотным регионом для реализации этой программы. И если раньше подать заявку на участие было проблематично, теперь процедуру значительно упростили. Мы просто хотим показать, что если начать работать без этих всех бюрократических проблем, действительно мы сможем этот процесс запустить. Мы будем помогать людям просчитывать потенциал энергоэффективности на домах и советовать, какие мероприятия здесь лучше сделать. Все это мы будем делать, естественно, совершенно бесплатно. У нас работает Центр поддержки энергоэффективности многоквартирных домов ЖКХ «Контроль». Мы приложим все необходимые усилия, выстроим взаимодействие и с фондом реформирования ЖКХ, с нашими активными гражданами, с управляющими компаниями, с ТСЖ, которые готовы включиться в эту работу, мы поможем необходимыми расчетами, с подготовкой документов, организуем рабочую группу, чтобы это взаимодействие было системным, и чтобы мы смогли помочь желающим, активным гражданам, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Важно, что на материальную компенсацию за ремонт теплоузла, кровли или утепление фасада смогут рассчитывать только те дома, где средства на ремонт жители копят на своем отдельном счете, а не вносит взносы в фонд капремонта. По программе на один дом можно получить до 5 миллионов рублей. Заявки принимают в Самарском региональном центре ЖКХ «Контроль». Все те дома, которые имеют спецсчета, могут выходить на нас. Мы будем формировать эту базу желающих и дальше запускать этот проект. Подробную информацию о правилах подачи заявок и об условиях участия в программе можно найти на сайте ЖКХ «Контроль». Либо обратиться в региональный центр по телефону 260-37-19. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи должны открыть до 2022 года. Это будет современный комплекс, не имеющий аналогов в стране. Подробнее о проекте в нашем следующем сюжете. Вне времени и пространства здания фабрика кухни с богатой историей. Именно поэтому в 2010-м оно было признано объектом уникальной советской архитектуры, а в 2016-м объектом культурного наследия федерального значения. Чего только не застали стены в виде серпа и молота промышленной Самары. Именно в виде знаменитого советского символа выполнена постройка начала 20-го века. Раньше здесь располагался комбинат питания, в 90-х появились торговые ряды. Здесь располагались также спортзалы, офисы и даже ночной клуб. В ближайшем будущем откроется филиал Государственной Третьяковской галереи. Из-за конструктивных особенностей подход к экспозиции здесь будет совершенно иной. Она будет полностью адаптирована под современного посетителя. Вся галерея будет разделена на два ключевых пространства – выставочная зона и лаунж, где посетители смогут обсудить увиденное. Последнее необходимо для того, чтобы зритель возвращался снова и снова, уверенные эксперты. Оборудуют филиали, кинозал, просторный лекционный кабинет и реставрационные мастерские для самарских художников. Еще одним интересным проектом будет арт-резиденция, где приезжий в город художник будет открыто для публики писать картины и проводить мастер-класс. С точки зрения современного человека, это просто говорить с вами, со мной, на нашем языке, об этом искусстве, что оно нам лично дает. И в этом смысле очень важна вся подготовительная работа и научных сотрудников, и реставраторов. Кроме самого филиала, который должны отреставрировать и открыть до 2022 года, в Самаре появится офис руководства. С его местом пока не определились, однако известно, что там тоже будут работать творческие площадки. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Победители конкурса «Во славу земли Самарской» отправились в Москву. Начинающие художники побывали в мастерской Зураба Церетели, а также увидели шедевры мирового искусства в Третьяковской галерее. Мария Левина узнала у самарских художников о дальнейших творческих планах. Самарские художники сделали шаг в красочный мир Зураба Церетели с посещением «Святая святых» в мастерской, где великий художник создает свои шедевры. А помогают ему в этом обычные кисти, краски и невероятный полет фантазии, что можно увидеть на его картинах. Двери сюда открываются далеко не перед каждым художником. Зураб Церетели – признанный мэтр. Его скульптуры украшают города в разных странах. К примеру, знаменитые клоуны в итальянском «Морчано». Сатира – одно из любимых направлений мастера. В его галерее можно встретить множество работ в этом жанре. Сам Церетели называет себя скульптором, говорит картины, пишет скорее для души. Вот мы здесь побывали, да? Мы здесь увидели художника, в котором есть огромный внутренний масштаб. Вот в себе ощущайте себя великими людьми. От этого никому хуже не будет. А вам будет лучше. Но не лучше других. А вот раз вы великий человек, ну и давайте. Что-то сделаете, а мы будем ждать. Одна из 15 победителей конкурса «Во славу земли Самарской» – Анастасия Сомова. Она мечтала стать художником с детства. Девушка учится на специальности культуры и искусств. Признается, подавала работу на суд жюри, чтобы узнать о ней мнение профессионалов. О победе и думать не могла. Я была просто в шоке, когда услышала свою фамилию. Хожу и уже смотрю работу. И мне хочется быстрее приехать, вот что-то уже почеркать, нарисовать, какие-то эскизики поделать. Потому что действительно ходишь и вдохновляешься из картину в картину. И уже хочется, наконец, тоже шедевр какой-нибудь написать. Победители конкурса побывали и в Государственной Третьяковской галереи. Воочию увидели картины Воснецова, Шишкина и других знаменитых авторов, с репродукцией которых они делали наброски. Людям творческим, талантливым, живущим ни в Москве, ни в Питере, очень сложно пробиваться. Им нужно дать возможность себя реализовать, им нужно притянуть руку помощи. И наш конкурс – это такая рука. Я очень надеюсь, что мы будем и дальше за руки с талантливыми молодыми людьми нашего региона держаться. Увидели юные дарования и современное искусство. Каждый экспонат в Музее современного искусства вызывает много эмоций. Например, вот этот. Течение воды циклично. Из бутылки она попадает в ведро. А оттуда по специальным трубочкам обратно в сосуд. Что символизирует жизнь, в которой все возвращается на круги своя. Конкурс, который дарит юным талантам возможность быть ближе к прекрасному и познакомиться с признанными мастерами своего дела, решено сделать традиционным. И проводить его раз в два года. Напомним, что все финалисты участвуют в областной выставке. Их работы увидит весь регион. Для многих это первая выставка в жизни, но далеко не последняя, уверены молодые люди. Возможно, кому-то из них удастся прославить родную землю. Мария Левина, Николай Епифанов, События Москва. В Самаре продолжается фестиваль «Волга театральная». Каждый вечер на сцену театров выходят артисты из разных городов страны, чтобы удивить самарского зрителя. Дух Забайкальского края передали артисты из Читы. На один вечер в сибирскую глубинку перенеслась Мария Левина. Этим вечером самарские зрители будто перенеслись в Забайкалье и прониклись невероятной атмосферой этого края. На сцене Самарского драматического театра «Забайкальская кадриль». Это гостевой спектакль. В конкурсную программу фестиваля «Волга театральная» он не входит. Театр приехал из Читы в свой юбилейный 80-й год. Считается, что основатели театра – артисты из Куйбышева. В далеком 39-м они приехали в Забайкальский край с пятью спектаклями. Там и остались. Спектакль «Забайкальская кадриль» мы считаем своей визитной карточкой и практически всегда на гастролях открываемся этим спектаклем. Спектакль с большой историей. Его начали играть еще с 2000 года. С каждым годом добавлялось что-то новое. Менялся и актерский состав. Но главное оставалось неизменно. Постановка позволяет лучше понять характер народа, который проживает в тех красивых, но суровых краях. Наверное, какой-то вот дух сибирский, вот наш, забайкальский. Мы не зря назвали ее, видите, забайкальская кадриль, а не прибайкальская. Вот именно наша такая вот забайкальская, в этом чувствуется характер наш. Даже вот и в речи, во всем, вы это почувствуете. Мирка Володская, еще уйдет. А мне опять, сюда. Ты мне там подъедешь, моя? Старя! Ай, мать! Да вот делаешь, давай! Ой, мать! Женщина, которая ворует кирпичи. Наш забайкальский говор там. Чтобы вот именно нашу забайкальскую глубинку показать. У нас же все-таки мы отличаемся, даже с Иркутском. Юнишки воручить. Да, Господи. Загорать. В сетах единого забирать. В этот вечер фестиваль Волготеатральная развернулся на нескольких площадках. В театр Самарская площадь приехали молодые артисты из Тольятти. С пьесой Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль по одесским историям Бабеля «Король» показали самарские артисты в театре «Камерная сцена». Напомним, фестиваль Волготеатральная пройдет в городе до 30 сентября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова